Когда я освободился, а был помилован не реабилитацией, а помилованием от Президиума Верховного Совета СССР за 15 марта 1987 год. Было так. Указ-то и знали, но я что там знаю в лагере-то, Жанатас Жабульской области. А в это время кто-то кричит, говорит, выпускают статью одну 190 прим и 70, а люди не понимают, что статья, это политическая статья. Верующие гнали в эти статьи все. И Глеб Якунин по 70-й сидел, Зоя Крахмальникова, муж ее Светов, тоже там был по этой статье 190 прим. Ну, когда дали мне прочитать, это второй подают. Я говорю, второго не надо, я иду на свободу. Я обязательно буду обращаться в Центральный комитет партии. Что у вас сделает здесь? Лагерь смерти. До этого было так, когда начинают там что-то учить, в красном уголке на уровне головы стены кровью все залиты были. Но при мне уже так не было. Ну, тоже. Только говорил, лежу, мертвый. Учат, которые там из заключенных самые такие крепкие ребята, что в перчатках, не знаю, но когда бьется, треск раздается. И в руках ширинок от палки, от лопаты. И тогда кости крушит. Так вот, когда я вернулся, сразу начал разбирать, что у меня изъяли. А, как считают, фанатека самая крупная в мире была. Не опубликовано кое-что. Взяли это все говорить. И, наконец, через 11 лет процесс был выигран. И вот эта территория какая. Представьте, мы склады понастроили. Пять складов. Для детского лагеря тут и продукты. Когда книги стали заводить машинами. Ну, представьте, тонна литературы, это один тон. А их 38. Ну, это же явно, что ни один КАМАЗ. И где располагать. А там все. Ну, и тут они только что сделали ворота. Они стали бунтовать. Им лучшее место дадим. Отсюда, чтобы вышли, больше не приходили. Афганцы. А там пришли с одной ногой, с одной рукой. Еще это. А вон у березы. Сусек пришлось отпереть. Висит баночка. Видать? Да. А то я березовку набираю и так. А батюшка привез мне 40 литров сюда. Пойдемте дальше. Пошли. Для друзей Алексей. Здравствуйте, друзья. Мы с вами в Барнауле. Игнатий Тихонович Лапкин. Один называет его святым, другие сумасшедшим. А богослов Андрей Кураев назвал лучшим миссионером из ныне живущих. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Вот такую оценку дал вам весьма неглупый человек Андрей Кураев. Как вы к ней относитесь? Да я никогда об этом и не думаю. Потому что я отдаю свою жизнь на суд Богу. Люди могут судить и так, и так. А дело покажет. Потому что мы еще в пути. Поэтому, говорит, взирая на кончину жизни, подражайте вере. Кончины еще нет. Когда я сообщил о том, что еду в Барнаул, стали говорить, да что ты едешь к этому сектанту там, да? Как вы справляетесь с этим? Вызывает это у вас раздражение? Никак. Мне некогда думать об этом. Потому что первое послание к Коринфянам, апостол Павел, 4 глава, 5 стих, говорит так. Не судите никак прежде времени. Доколе не приедет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда будет похвала каждому из нас. Мы еще в пути. Вы сказали, что в детстве, в детстве вы почувствовали Бога. Как это произошло? Как вы это почувствовали? Я почувствовал, как, допустим, 3 года. Так. Что в 3 года можно чувствовать? Я чувствовал, у меня внутренняя потребность молиться Богу. В 3 года? Ну, 3 года, может быть, 2,5. И уже Богу молиться? Да. Я не могу это объяснить. Это необъяснимое чувство внутреннее. Семья большая, 10 детей у нас, ну, тогда было меньше, трое. А я чувствую, что не хватает. Вот, не хватает. И поэтому я старался удалиться где-то и хоть кратко помолиться. Я очень рано начал читать, это 5 лет было или не было. И там большие поля, вот такие, псалтырь была. Я уже оттуда все это выписывал и заучил молитвы эти наизусть. Никто не заставлял, мать на работе, отец чуть-чуть верующий где-то. Если я иду полем, то мне хочется даже наклониться и послушать, как растения тянут соки эти в себя, как птица летит. Я знал столько птиц, это никто не верил, что столько у нас птиц. Я мог перечислить, 47 разных названий. Все гнезда, это все мое. Первая книга, которую купил, когда сдал там сусликовые шкурки, это о птицах, орнитология, это моя стихия. А это все небо, почему я голубей держу. У злого человека голуби не водятся. И которые на меня говорят, у них ни одного голубей нет. А у меня три голубятия. Ну, какие есть голуби в Москве? Голубь – это единственный живой организм, который определяет человека. Да? Да, голуби. Серьезно? Серьезно. В Риме они просто срут на голову. У злого человека голуби не водятся. Даже в заключении которого он случайно попал, подсунулся где-то. Это нельзя объяснить. Вы пять тюрем прошли. Да. Я везде встречал голубятников. И они все отличаются от людей. Но вы знаете, я когда читал вашу книгу, где вы пишете о заключении, почему-то к вам относились особенно. Вам давали наволочки, вам давали простыни. Даже уголовнички серьезные вставали на парашу, чтобы покурить в окошко, пока Игнатий молится. Ну, что я могу сказать? Я купил часы московские. Такие, знаете, мне кажется, что их не стыдно носить православному. Они такие вот. У меня такие же есть. Да? Прямо Москва написано? Ну, там еще сделали надпись, там выгравировали. Вот, Москва. Видимо, такое есть что-то. Ну, примите. Нет, нет. Нет? Нет, я не ношу их. Не носите? Ну, это же подарок. Нет, дохода у меня в столе лежат те мои. Новые лежат. Даже, кажется, не одни. У меня, вот, дали мне подарили телефончик этот. Я в нем, когда надо, время смотрю. Ой, знал бы я бы телефончик. А телефончик бы взяли? Никогда. Нет? А уже же один подарили, вы же его взяли? Ну, подарили. Нашелся тот, кто оплатит мне этот, ну, чтобы в интернете работать. И он знает, что у меня нет такого. И в магазин завел, ничего не говорит. И сразу деньги платить. Я сразу отказался. Он постоял. Сдай. А теперь выбери самые-самые дешевые. Я никому не звоню. У меня нет денег. Звонки я не делаю никуда. Поэтому у меня не просто экономия, а нуль. Я сижу 23 года. Десятина. Я никто не говорил. Внутри меня как бы голос. Если праведность ваша не превысит праведности книжников-фарисеев, то они платили десятину. И меня как-то под локоток ткнул. А я буду отдавать 9. Правильно. 9, то есть из 100 рублей я десятку себе оставляю. И я так прожил 56 лет. Вопрос. Можно? Ну, вы поняли? Это ясно, что сумасшедший. Это я понял. Нет, не сумасшедший. Поэтому я на двух, на трех работах всегда работал. Нет, не сумасшедший. Это нормально. Я думаю, что если это принцип и жизненная позиция, любой человек может жить так, как он считает нужным. Но вы не найдете больше такого дурака. Ну, знаете, у меня нет цели искать дураков. И я приехал не к дураку. Жалко, конечно. Я думаю, что москвичи сейчас обиделись, конечно, что вы их подарок не взяли. Ну, ладно. Это принцип. Скажите мне другое. Ведь помимо материальных ценностей, которые можно копить в сундуках, есть другие ценности и другие корысти. Вот, например, тщеславие. Ну? Вот я же откуда узнал про реплику Кураева, что вы лучший из ныне живущих? Это же вы мне прислали видео. Что я написал? Вы мне просто прислали видео Кураева. Да я не посылал вам вообще, на вас не выходил ни разу. Вы мне прислали видео Кураева, где он говорит, что вы лучший из ныне живущих. Это не знаю я. Может быть, это вовсе, которое идет... Это не вы. Да это Семенов послал. Да? Да, я не посылал вам ничего вообще. Я на вас не выходил ни разу, поэтому сразу отсеките. Я могу вам это прочитать, у меня же ваши СМС-ки. Ну ладно, не в этом дело. Ну ладно, ну бокс. Есть такой грех, у вас есть грехи. Ну как же мы все согрешаем. А в чем вы грешите? Мне кажется, что нечему просто придраться. Ну, внутренний голос мне подсказывает. Даже сейчас вот ехали, ну что-то мне человек рассказывает, что я не обратил внимания, когда были все, и не обратил внимания на какого-то человека, а он нуждался. Я не почувствовал, что в этот момент мне надо было его отделить, отдельно, отдельно побеседовать. И он уже ушел. И в это моя вина. Никто этого не знает. А меня совесть уже остудила. Я же так вспоминаю, как все было, уходили. Я на него что-то смотрел и подумал, почему-то он мне нравится, этот человек. Но я побоялся подойти. А теперь, оказывается, это был решающий момент. Я должен был подойти и сказать им о Боге. Вы знаете, мои друзья, очень православные люди, считают вас огромной православной личностью. Огромной. Но в то же время иногда кажется, что вот, знаете, есть выражение микроскопом забивать гвозди. Да? То есть такой колоссальный человек, который столько знает, который столько прошел, сидит в Барнауле в своей общине. У него есть интернет. Да? Но у меня подписчиков больше, у засранца, который ничего не понимает в этом. А? Вам не обидно, Игнатий Тихонович? Ну, видите, как. Не количество Бог смотрит. Вот сегодня, допустим, я скажу, умер Сергей, парализованный который. Это сегодня, три месяца, как он умер. Но через него, через неделю я узнал, он два сделал, чат-рулетка где-то. Да. Я туда заглянул, а там Содом и Гаморра, я понял, я там нужен. Угу. Я помолился и сказал, господи, Сергей умер. Его талант дай мне. Да. И вот у меня все как будто переменяется. И за это время я уже сделал где-то 340 роликов. Ну, это правильно. Ну, и что? Бесед. Почему? Новые люди. Какие новые люди? Которых я не знал никогда. Ну, вы просто первые в интернете, поэтому вам накайфово. Э, в интернете я первый. Нет, ну, я имею в виду, вы туда зашли, вы увидели, что там есть подписчики, и здорово, но их мало. А в духовном маяке у Головина 200 тысяч. Ну что ж. Каждый день. Мне не равняться, я не священник. А Головин-то, кстати, про вас говорит, что о-о-о, Лапкин-то, о-о-о. Ну, он тоже хватил тоже, что Лапкин там, поеду я сам у него учиться, буду учеником, у меня записался. Да какое я... Это смешно даже. А что вы думаете про Головина вообще? Вот про всю эту историю с его извержением и так далее? Ну, я всю историю знаю. В первую очередь все надумано. Так. Все греховно. И главное, что я материал подготовил, зачитать несколько мест о том, что против этой, по соглашению молитвы. Прочтите. Книга и сверь, четвертая глава. Третий и шестнадцатый стихи. Когда они поднимают народ на молитву, когда нависла угроза еврейскому народу истребить его. Фильм есть, и сверь. Там чудесный этот момент, когда они буквально задыхаются в молитве. Один тут в пепле и прахе, а она царится в это время. И как они молятся? Молитва по соглашению. Пускай смотрят эти враги. Они восстали против Бога. Он их разбудил, отец Владимир, этих людей. Им надо сегодня плакать и рыдать. Что они делают? Это враги Божии, по-другому не назовешь. А вот один Илья молился, где ни один рядом народ стоял, его поддерживали. Он не знает. Вы знаете, найдите его, кто это говорил, по имени Георгий. Я знаю. Он тому на меня только сказали, обо мне. Он сразу же там еретик, псевдо. Он знает где. А вы знаете, что этого Георгия недавно чудо было? Георгий сам про себя рассказывает. А рассказывает следующее. Пришла к нему женщина со слепым мальчиком. Да? А мальчик к операции готовится. И вот как исповедались у отца Георгия, мальчик-то и прозрел. Видали как, Игнать Тихович? У вас прозревали? Небось нет. А у него-то прозревает. Фильм «Остров», как раз об этом говорит. Да. Вы не рукополагались, как священник. Смотрите. Испирь. Общая молитва на весь народ. И все... Это молитва по соглашению. Объявите пост. Пост – это молитва. Они просто не есть где-то. И мы видим, как Бог отнимает сон у царя. Он среди ночи просыпается, считает из библиотеки, приносит и прямо про него читает, что он избавил, его не отравили. А что сделали? Ничего. А потомки будут читать. Что обо мне подумают? Немедленно. И он ему задает вопрос, когда Аману, что бы сделать тому, кого хочет царь возвысить? Ну, кого? Меня. И он начал говорить на царского коня, в царскую одежду. Ну, ты иди, и сделай Мордахею. Вот они по сегодняшний день в Реи это празднуют. Пролетел. Дальше. Второе послание Коринфянам 1.11. Он говорит, при содействии вашей молитвы, дабы по ходатайству многих я был возвращен вам. Это самая настоящая молитва по соглашению. Павел сидит в вузах. Да его молитва выше всех. Нет. Он пишет целой церкви. Эта церковь разносит по всему миру. Помолитесь обо мне. Но это молитва по соглашению массовая. А Георгий-то как раз против. Нет, это то такое. Он сквернит это все. Он не знает. Далее. 1 Фессионер 5.5. Братья, молитесь о нас. Это в чистом виде молитва по соглашению. Все знают. Раз сигнал дан, все на молитве. Церковь молилась усердно о Петре. И в это время Бог его освобождает. Теница раскрывается. Есть такая загадка. Где верующие верили, а когда получили, не поверили. И когда постучался на служанка рода, там Петр стоит. И все говорят, вы умели ты? Его завтра казнить будут. А там за него вместо 16 стражников, которые не укараулили, они будут казнены. И дальше. 2 Коринфянам 9.4. Молитесь опять же. И я молюсь за вас, за всех. Я выбрал те места, чтобы люди знали, что там не знают, что говорят. 2 Коринфянам 3.1. Молитесь за нас. А для чего? Чтобы слово через нас распространялось. Не просто мы там о капсе считали, а чтобы в живую пропасть мы были свободны и кинули в этот мир. Мои подписчики в основном очень хорошо относятся к отцу Владимиру. И вы уже убедительно сказали. Но вот, что касается Георгия и Ижи с ним, я позволю себе вашу цитату. А вы мне потом, если она правильная, объясните, почему вы так говорите. Это касается русской православной церкви. Точнее говоря, иерархии. Патриархийная кодла, шпана подзаборная, полумертвые, звери кровожадные, бешеные волки, бешеные псы, бесноватые, все заблевывают. Одна дикая бесовская ненависть, злобные нечестивцы из ада. Сатана выскочила из происподней, самый ярый из миссионерских отделов. Скорпионный дух, изменники-предатели, сергианцы, антихристы, демоны, блевотины все заполняют. Более злобного отродья нет на земле. Ну и так далее. Чего вы их так чехвостите? Не знаю. И что я могу сказать? По каждому определенному случаю человек показал, кто он есть, и было сказано. Они нападают, совращают людей, не дают познать истину. Я открываю, вот к Иоанну крестители подошли. Он говорит, змей, порождение ехиднины. Я вижу, это они делают, я беру фразу. РПЦ ваш друг, враг или как? Кто? РПЦ. Русская православная церковь. Друг, враг, это церковь, наша церковь. Ваша церковь? Конечно. Но у вас же РПЦЗ, нет? Ну что, так это одно теперь. Просто, а вы к какой церкви принадлежите? К РПЦЗ или КРПЦ? К РПЦЗ. К РПЦЗ. Да, конечно. Есть у меня письмо, подписанное митрополитом восточноамериканским и нью-йоркским. Да, знаю, я там все не трати время. Вы знаете, ясный перец, да? Зрители не знают. А там написано, что Игнатий Лапкин неоднократно обращался к моему, бла-бла-бла. Поэтому подтверждаю. Первое. Община в Потеряевке не относится к церковной юрисдикции РПЦЗ, то есть Русской Православной Церкви за рубежом. Второе. Протерей брат Иаким Лапкин не имеет нашего благословения на совершение богослужений в храме с том ученика. Ничего этого нет, это обман. Брехня? Он приезжал сюда и вместе были. Ну вот оно, письмо, вот его подпись. Я что могу сказать? Это Дулевич там. Это нарисовали просто. Да что угодно можно нарисовать. Но мне кажется, что РПЦЗ открещивается от вас. Никак. Нет? Да, конечно, нет. Это все... То есть вы принадлежите юрисдикции РПЦЗ? Конечно. Оно у нас полное во всем сходство. Я вот не понимаю, почему в России зарубежная церковь. Ну понятно. Мы же не за рубежом. Нет, это надо понять происхождение. Когда была советская власть и в это время не разрешалось никуда двинуться в сторону, а в это время Русская зарубежная церковь там существовала. Да, иначе люди приезжают и они к ней принадлежат. И мы увидели там свобода. Священников с места на место не перекидывают. Архиереи с нами едят и пьют и все здесь вместе. И мы там, вот эта община, она зарегистрирована и образовалась под охраной и диктом Русской православной зарубежной церкви. Вот это они сейчас, а теперь а вы кому теперь принадлежите? А он сказал, Ирион, что нам не принадлежите. Вы мне не дали вопрос вчера не дали закончить, потому что торопились у вас. Но уложить же надо все. Да, да, да. Я ответил, что 362 пункта Путина образовали там. Так. Да, это так. Но дальше-то они уже все потеряли. Ну, они совершенно самостоятельная церковь. То есть Путин образовал, а РПЦ потеряла? Все, потеряли. Это как вот сейчас на Украине. Мне все время говорили, что делать, просят автокефалии. Я криком кричал, дайте автокефалии, они останутся при вас. Наконец, Томас, все, лопнуло и ушло на Грецию. Все поток и денег, и люди пошли туда. Они не понимают в руководстве ничего. Я в Москве был, в Киеве, и говорил, дайте им автономию. Это законно, просят они. Да вот, нет. И тогда мне было этой чехарды с Томасом. Не было ничего. Они не слышат. Это провал дипломатии нашей церковной. Да. Но это не зарубежная церковь. Не зарубежная. Нельзя сказать. И вот теперь они, Иларион, они на него теперь дают, раз он подчиняется. Скажите, что у нас нету здесь приходов ваших. Он и написал, зачем ему нужно. А мы как были, так и остались. Это самая фишка, на которую эти глупые, железкое место сердца, сожжавленное железкое-то, особенно к миссионерскому отделу, они могут только как как людоеды пожирать друг друга. Вот Максим Степаненко все сказал. Сейчас бросились на отца Владимира Галадина. Сейчас Качев еще. И тут же они сразу готовят следующий. Качев, следующий Лапкин. А ему раз по зубам. Я узнаю, какие люди восстают за меня, там митрополиты. И они ничего не могут сделать. Почему? Это я знать не знаю. Я когда еду куда-то в другой город, я всегда ищу лучшую студию. Ну, где можно снимать человека, да? И мой директор стал искать лучшую студию Барнаула. Нашел вот эту. Знаете, как она называется? Секта. Мы тоже об этом думали. Я вообще обалдел. Или специально уже договорились, чтобы... Это правда. Это никто не сговаривает. Люди уже спрашивают. В интернете разговор идет. Это специально подделали, что... Да хоть тысячу вы раз секта говорите, не секта. А по какой доказательства? Я объясняю. Так. Вот идея-то, это признание, тогда об объединении речи не было, идея Владимира Владимировича Путина, когда он за рубежом... Это его невероятный успех. 362 места за рубежом сделали ставками, хоть сегодня будут работать. Серьезно? Это... Ни один КГБшник такого успеха не имел вместе взятые. Одним махом 365 точек за рубежом, которые на тебя будут работать. Это круто. Это... Я о Путине говорю. Я понимаю. Вы с симпатией относитесь к Владимиру Владимировичу? Я просто анализирую и показываю. Никакого отношения не имеет это. Но когда речь там шла, наши люди там были, не давали ничего записывать. Даже... Я правильно понимаю, что РПЦЗ и пятая колонна там? Они это все знают. Теперь. Тогда они близки к этому были. Я там долго был. И монастыря... Я знаю, да. Я знаю, в Америке там состояние. Они двое между собой. И все время. Красное и Белое. Они все еще не довоевались где-то. Игнатий Тихович, ваша книжка. Вот там, наверное... Вот мне очень понравилось прямо вот Солженицын жалюзи, да? Любите Солженицын? Вот в его прямо манере начала детства тюрьмы. А потом идет какая-то бухгалтерия, какие-то справки. Какие-то... Это ваша книга. Какие-то собрания, какие-то протоколы. Какие-то вообще вот... Какие? Зачем вы это вот... Какие? Сначала о том надо закончить. И теперь это все мир делает. Мир говорит, говорит, по-своему... Почему вы мне не отвечаете? Я отвечаю на это. Я еще первый вопрос отвечаю. Игнатий Тихович, про книгу. Зачем столько мелких документов там в конце? Так, сколько мелких документов? Конкретно, какие документы? Когда, если собрание было, оно и записано, как это? Разве это... Ну, мало того. Ну, собрание. Ну, ничего. У нас порядок. Если человек опоздал два раза на богослужение, должен... Об этом надо в книге написать? А? Об этом в книге надо написать? У нас устав это... Ну, а в книжку-то зачем? Ну, а что в этом? Это сохраняется? Показано, как надо. Они нигде этого не знают. Сколько у них? Они не знают. Вот местные... А все должны жить по такому уставу? Вот если мы православные... Они могут читать и видеть. И вот здесь говорят, сколько было у вас бракосочетаний? Отчет дают. Зачем они дают в печати? 506. А в это время спрашивают, а сколько развелось? Он говорит, понятия не имею. Ни одного. То есть, это проходной двор. А у нас не так. 719 правил, все работают. А если не работают, ты не православный. Ты просто фишка. Пустая. Значит, православный... Давайте так. Кто такой православный? Православный, который знает, что такое слава Отцу и Сыну Святому Духу. Я знаю. И ныне пресно... Он верит в это. И далее. И поет Аллилуйя, и День и Ночь. Хорошо. Высшая, третья ступень молитвы. Первая простительная, вторая благодарственная, третья славословие. Что касается одежды, манеры поведения, привычек, правил поведения, как он должен был тебя одеть? Вот как я. Может быть, православный одеть? Ну, в первую очередь, без бороды. Вы будете соглашенными стоять. Это первое. Без бороды? Без бороды. Это не я, это Давыд сказал. А мне надо... отрастить. Тогда буду православный. Ну, я вам говорю, как. Я читаю, царь-пророк Давид. Да. Умер там соседний, он решил на Аса сочувствие выразить. А его сын молодой. Ему говорят, это пришли соглядаты и посмотреть, дороги разведать. И он взял полбороды и побрил. И половину одежды отрезал. Давиду сказали, и он их не запустил в Иерусалим домой. Идите в город, проклятие Ирихон, живите, пока бороды отрастут. Значит, православный должен быть с бороды. Дальше. Они были очень обесчищены. Но когда дочь Якова Дину изнасиловали, она была обесчищена. А здесь очень обесчищена. То есть, бродобритие, это хуже изнасилования. Серьезно? Я вам сказал. Вы не слышали? Там написано, она была... Нет, я-то слышал, но слышал еще сейчас кучу народу. Да. Вы бритые, вы все опущенные. Это... Я просто что хочу сказать-то? Только не на меня не ссылайтесь. Я вам говорю, ты... Нет, 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 нет. Первая книга царств. Но если мы будем ставить вот такие условия, да, ну кто ж к нам пойдет-то? Вот это и есть. Мне вчера один сказал, вышел на меня новый священник. Да кто пойдет? Я говорю, так и скажи. Делец, сребролюбцы. Да при чем тут сребролюбцы-то? Ну, при чем здесь... Да свечки что покупали, другого-то нет. Слушайте, ну что, небородатый человек не может верить в Бога? Может верить. Ну? Но только не в церкви. Церковь никогда не знала. Вам не надо рассказывать. В Москве пройдите по всем храмам, по всем, и найдите одного бритого хотя бы на иконах. Одного. На иконах нет. Нету. А внутри на службе все бритые стоят. Ну и пусть стоят. И плачут, и каются, и исповедуются, и причащаются. Это неправильно. Я правильно... Я верно уяснил, что это неправильно. Не по православному. Для нас образец Иисус Христос с бородой. Все до одного пророки с бородами. Все до одного апостола с бородами. И Иоанн Кронштадтский все с бородами. Ни одного... На кого он похож? Слушайте, но вы меня простите, Игнатий Тихонович. Но они же и подтирались, черт с черт. Понятно. Ну и что же? Я вам ответил. Больше не надо ничего. Делайте, как хотите. Нет. Я просто, понимаете, о чем говорю. Что такой человек, как вы, занят не тем, чтобы использовать колоссальный опыт своей жизни, а занимается... А куда вы знаете, что я использую или нет? Как вы решили? А тогда это... Да это у нас только степенно. Я вам объясню. Потому что где Потеряевка? 20 человек осталось. Ну и что? Где детский лагерь? Закрыт? Не закрыт. Каждый год приезжаю. Лагерь я закрыл, но теперь по-другому. Приобрели дома и в домах вместе с родителями. Роспотребнадзор. Им и КГБ помогает, и суды, и прокуратура, полиция. КГБ помогает всем. Это мы знаем. Вы знаете, что делали с нами. За один год, за два месяца 15 краевых комиссий. Это знаю. Ну, а если это знаете, как я должен вести? Ни одного ребенка я им в руки не дал. Я видел видео, где вы... Там спорное, да, такое видео, где мальчик слезы наплакивает в эту... в кружечку, да? Вот. Как вы относитесь к телесным наказаниям? К чему? К телесным наказаниям для детей. Ну, как Библия говорит. Не жалей розги, говорит. Пороть, как сидорову козу. Там написано, сидоровой козы нет, но написано, не жалей розги, розга трепется, чтобы на это не было. А сегодня лечит Новосибирский профессор Полипенко поркотерапия пьяницы. Серьезно? Абсолютно. Поркотерапия? Поркотерапия. Притом, это было, говорит, из 13 века царские особы в Германии. В 13 веке и ведьм жгли. Да, аргументы и факты. Все газеты печатают об этом. И аргументы. Поркотерапия. Поркотерапия. Как он берет, какие розги, сколько. Ну, что, говорит, не объяснило, почему, когда мужчину порит женщина, больше результат, а женщину мужчину. Почему, говорит, неизвестно. Это называется БДСН. Не знаю. Ну, не важно. Мужчина, говорит, я потерял все, но когда пороли, меня как черная волна с меня спасает. Кайфаной. Это есть название. Мужчина плачет не потому что больно, а потому что, как я мог допустить, потерял директорство, жену, все потерял. Я понял. Православный, бородатый, с розгами. Это я понял. А он как раз безбородый. Он как раз безбородый, да? Профессор Пилипенко. Понял. Хорошо. Путин нормально, да? Что Путин? Мы каждый день молимся за него, за Трампа. У нас указание. Кстати, у меня не было мысли, надо помолиться за него. Мы каждый день молимся. За Путина? За Путина. Чтобы Бог дал ему молитву. Господи, мы обращаемся к Тебе, Господи. Ты знаешь правителей. Дай им страх Твой святой. Памятование о смерти и сохрани их от покушения на них, чтобы издавали мудрые законы, дали достойно жить народу, дабы было еще уделять нуждающимся. За Патриарха молитесь? Каждый день. Каждый день? Каждый день. А он за вас? Нет. Но меня не касается. Один человек говорит, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Это правильно. А какой бы вы хотели бы видеть Россию? Вот православной. Вы видите, такие вопросы ставите, я ничего не могу знать. Я вижу только то, что есть рядом. А какой? Какой? Это никакой роли не играет. Надо трудиться. У меня каждый день начинается с двух часов ночи. Я, у вас понятие какое, я что-то бросил. Наоборот, мое все. Ну, только посещаемость. А я-то какой? 50, если, 34 миллиона просмотров. Не считая ни форума, ничего. Только в Ютубе. 34 миллиона человек. Я боюсь ошибиться, я заходил на ваш форум, там 34 с чем-то тысячи подписчиков. Нет, это не на форуме, на Ютубе. На Ютубе, да. Но это не форум, это форум другой. А на Ютубе? Ничего не считается. Сайт наш, посмотрите, такого сайта нет. И сайт, сколько там подписчиков? Там нет подписчиков. Там материал, там примерно 50 книг, начитанные мной аудио. И 55 папок, которые отвечают, в пяти университетах вел одновременно занятия, три радиопрограммы вел, и там вопросы, которые отвечал. И то меня заставили. Эти вопросы расширки, которые есть. 4124 ответа. 55 папок, отдельно мусульманство, православие, работа, колдовство. Вот посмотрите, сейчас я открою. Вот одно стихотворение мое, смотрите. Каждое стихотворение 9 куплетов. Напрошите в каждой строчке место Библии и Писания, откуда взята мысль. Это работа. Это 36 раз надо открыть. А теперь, это по житьям святых. Я студентам говорю. Отвечаю. Библия, толкование, жития святых и каноны церкви. А вот здесь буду отвечать по житьям, что по вашему вопросу. Из 1173 жития конкретно ответил, какой святой. Иногда 8, 10, 12 берут святых. Жития в стране с 13, а там всего 10-5 строчек. Их надо знать. В каждом житии 1173 биографии. Это я студентам отвечаю. Они еще злобятся. Они могут сделать. Осипов это сделает. Да, конечно. Откуда он сделает-то? Пусть сначала галстук снимет, и бороду отпустят. Вот теперь, смотрите. Вот вопрос мне задан. Вот он какой. Маленький. Что там за вопрос? Вопрос такой. Чем можно объяснить стремление обрести спасения только в монастыре? Хороший вопрос. Теперь я студентам отвечаю. Незнанием Слова Божьей не верим Богу. Это я со скаппетра отвечаю. Да. Его силе спасти в миру, как он и учил. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. И дойти до этой мысли совсем уж нетрудно. И теперь, что об этом кто сказал? Вот дальше я отвечаю. Вот эпиграф. Дальше ответ начинается. И ответ. Кто это впереди? В черном. Аполлинария. Так, кто знает его? А вот что именно вот это только к этому, что вопрос задан. Именно вот это вот взять нужно. Из жития. Дальше следующее житие. Петр Чудотворец. Пожалуйста, пусть они скажут, кто такой Петр. Назовет. Дальше. Пахомий Великий. Это в кавычки взято оттуда. Да, цитата. Дальше. Пахомий Великий. Пожалуйста. У него 11 тысяч монахов было. Ага. Теперь, что они сказали? Кавычки открыты, я должен взять дословно. Дальше. Ираним Стрид. Стридонский. Стридонский. Да. Он такой же, почитаем, как у нас Иоанн Златоус, это в западной церкви, Ираним Стридонский. Он перевел Библию, это бульгата. Дальше, смотрите, это какое? Это раз, два, три. Четвертое житие какое? Эфимин. Эфимин новый. Новый. И везде начинается, что кавычки. Да. Дословно. Дальше. Пятый. Пятый. Агапиит исповедник, да. Это я отмечаю на один вопрос. Пять житий. И дальше, смотрите, шестой кто? Георгий. Епископ. Амаст. Амаст. Так. Какого числа? Да, да, да. Вот теперь дальше, что он сказал в кавычки? Седьмое. Понятно. Зевин. Вот. А кто его знает? Это вы не слышали. Девятое. Макарий Калязинский. Десятое. Симеон Еродиев. Это один вопрос освещается. Да. То есть более полно ответить на этот вопрос никто не сможет. В общем, а выбрано все. Вы сказали, что вы не видите, вот вы видите то, что рядом. Но я правильно вас процитирую, если скажу, что вы говорили, что вы связываете возрождение Потеряевки с возрождением России. Никогда об этом даже не думали. Мы хотим показать примеры, что связываются. Вы не думали. Даже в местности. И ничего такого не говорили. У нас у детей лозунг «Россия должна встать». Россия – это мы в области. Да, должна встать. Встать. А как она должна встать? Куда встать? Вот как она встать должна? К Слову Божию. К Слову Божию. Не к тому, что было раньше. Тот раньше привело к этой катастрофе. Хорошо. Вы меня поймите правильно. Я ведь не скоморошничаю. Я просто хочу понять. Если вы хотите, чтобы Россия повернулась к Богу, то надо быть бородатым. Нужно 500 часов оглашений прослушать перед крещением? Нужно. Нужно. Ну какой идиот будет слушать 500 часов оглашений? У нас условие какое. К себе никого нельзя звать. Послушайте. Вы ни одного сектанта не найдете. Я вот о чем говорю. Вы можете не звать. Игнатий Тихонович, другие позовут. И будете вы со своими 20 селянами останетесь. Что сейчас и происходит. Потому что вот вы правы. И это факт. Но вы не хотите видеть того, что мир изменился. Я вижу, отлично. А что тогда не бреетесь? А вот написано об этом, говорит, мир любит свое. А мир, это как называется, прелюбодейный и грешный. Слово Божие говорит, не любите мира и не того, что в мире. Эти слова мы не можем выбросить. А как так? Ну, я люблю мир. Ну что, побриться под мир, под Бесистофеля подделать. Это можно сделать. Но 4 глава, 4 стих, якобы, говорит так. Люди, которые там занимаются, это проституты. Слушайте. Прелюбодей, я закончу. Прелюбодеи, проституты. Но я вашу лексику прочитал только что. Вот. Это написано. Я открываю вам Библию. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром есть вражда против Бога. Это равнозначно. Вот ты любишь это, это вражда против Бога. Бог сотворил тебя мужчиной. Зачем тебе быть второй мамой в доме? Слушайте, а если вот вам скажут, что вы спасете чью-то душу таким образом, я бы штаны снял и скакал бы на Красной площади. Не надо пустословить зла. Наоборот, когда люди видят и соблюдают все, они располагаются. Наконец, сегодня ко мне только новые два человека. Иначе, простой вопрос. Статистика. Да? Один человек. Пришел Иисус. Один. Пришел Иисус. И стал разговаривать с людьми. И так он с ними говорил, что две тысячи лет идут за этими словами. Да какими? Со словами Иисуса. Два миллиарда христиан. Да. Два миллиарда. Пришел Игнатий Лапкин. Да. Стал говорить. Какое-то время до двухтысячных лаги то-сё. А не увеличивается эта история. А как вы знаете это? А что нет? Богослов, православный доктор Богословев Павел Бочков пишет. Говорит, ладно, тост согласен, но тысячи людей, которые пришли в православие, в московскую патриархию, куда вы денете, которые через него пришли? Вы просто не знаете. Вы не знаете этот масштаб, который Господь показывает. Нет, это нельзя, понимаете, это нельзя посчитать. Они же не приходят в патриархию и говорят, я от Лапкина, мне, пожалуйста, запишите. Скажите, вот я приведу сравнение, а вы мне ответите, полная это чушь или нет. Вот рождается ребенок в семье, маленький, глупый, срет под себя, ничего не понимает. И постепенно кто-то начинает понимать, да, и как-то вот из него получается либо человек, ну, либо не получается, бывает. Мне кажется, что крещение это тоже рождение православного. Он пока глупый, он новый, но у него уже есть семья. А мне кажется, что вот ваши бороды, розги и все остальное, это духовные аборты для огромного количества людей, которые бегают, знаете, как в фильме ужасов. Бежишь по улице и стучишь во все двери. Откройте, помогите. Одна должна быть дверь открыта там, где Иисус. А там сидит Лапкин и говорит, я тебе помогу, только ты 500 часов прослушай. А он говорит, да я сдохну, пока эти 500 часов прослушаю. То есть вы картину такую нарисовали. Пускайте к себе людей, пускайте. Камоны говорят это, я читал, епископ Нон говорит. Часы возьмете? От прелюбодейной жизни не скоро допускают до крещения, от трех до пяти лет. Мы это именно делали, этого никто не делает. Я один буду стоять, но в этой истине Господь и застанет нас. А вы говорите, за Христом пошли. А Господь говорит, все отошли, остались двенадцать. Он говорит, не хотите ли вы уйти? А Петр говорит, кому уйти? У тебя глаголы вечной жизни. Не тысячи, не миллионы. Двенадцать, и те еще, еще один будет Иуда, а другой будет отрекаться. Это потом придет, и за этим количеством будет крыться большинство всех ересей всяких. Александр Леонидович Дворкин, знаете? Конечно. Как вам персонаж? У него есть одно качество, положительное. Он с бородой. Прекрасно выглядит. Ну, бухгалстук масонский, конечно, ему не нужен. Но еще, он выступает в Новокузнецке, и там наш человек сидит, Михаил Кальмаев, и он ему записку дал. А как вы относитесь к Лапкину? Он мгновенно псевдо и лже. Он ему сразу встал и говорит, Александр Леонидович, вы не правы, вы просто не знаете. И у него качество положительное, он сразу дал задний ход, говорит, ну тогда не знаю. А когда он был здесь в университете, выступал, ему знали вопрос, а я вел занятие в АГТУ. И пригласил его туда, он не пошел. Но его иногда осаживают. В местной патриархии, это епархия, тогда еще не митрополит был. Они решили сделать, Дворкин когда приехал, собрать, ну какие-то силовые структуры КГБ, полиция, прокуратура. Я объясняю, если кто-то из новеньких, да, Дворкин это сектовед, который говорит, что нету юридического определения секты, это видео такое есть. А мне это, говорит, очень удобно, кого хочу, того секты и называют. Извините, это правильно у вас. Ну, другое дело-то, и его кто-то спросил там, а у меня там близкий человек, завкафедрой находится, про Илья Вегиню, и она мне сразу позвонила. Встал человек какой-то и спросил, говорит, а ваши отношения к Клапкину? Он немало не задумывался, мгновенно псевдо лепить. Встает в это время, кажется, майор КГБ, встал и говорит, а мы не согласны. Мы к Клапкину относимся очень хорошо, у него за пазухой камня нет, а меня несколько раз арестовывали. Бедный Александр Леонидович, как же он выкручивался там. Он замолк и все, потому что там никак нельзя. Ну, мне многие зубы наточили, но зубы остались там наточили у них. Скажите, вот когда я прочел ваши книги, вас несколько раз закрывали в психузках. Да. Что вам там ставили, какой диагноз? А вот там же в книге все и есть. Ну, ничего там нету, что вы мне рассказываете? Полностью, решение, которое, и все, там есть в книге. Диагноза там нет. Ну, два диагноза, которые были там в армии, которые здесь, вы просто листали. Значит, так моя книга не читается, она из документов составлена. Что мне за два дня прислали, вы что хотите, чтобы я ее наизусть выучил? Нет, я вам, ну, я сказал, спорить мы на Непалу. Спорит тот, кто ничего не знает, а кто знает, возвещает истину. А вы мне вообще сказали, что ничего не присылали. Ну, ладно, не важно, ну, какой диагноз? Ну, я вам отвечаю, как вы, как услышали, так на этом разговор закончен. Я один раз даю ответ. Второй ответ будет точно такой же через сто лет. Хорошо. Говорят, ваши критики, просто почему, очень много вопросов от зрителей. Колоссальное количество. Ваши критики говорят, что вы носите с собой лопатку закапывать, ну, какашки. В общем, не моетесь в бане с евреями и в ресторанах с жидами не едите. Ну, это мне, священники, желая меня на чем-то, я говорю, вы в церкви 413 из 719 нарушаете 57%. А у нас, в общем, ни одно правило не нарушается. Я православный, я обязан душу положить за это. Там святые отцы. Вы, правда, лопатку ноете? Полторы тысячи епископов на всех соборах было. А они, священники, собрались, а вот ты тоже нарушаешь. А я говорю, как нарушаю, а вы с евреями в бане моетесь? Я говорю, в бане вообще не хожу, а тем более, как, нельзя в корчеме быть с евреями. Я говорю, мы купили батон с батюшкой в саду, там в снег обмакнем, поели. Я вообще в столовой не сахожу. Они не знают, а вот когда вы были в путешествии, вы же в туалет ходили, и как? А написано, возьми с собой лопатку. А я говорю, здесь фотографирован. Я ее выкапывал, а Сергей Павлович обязан был, уезжаем, когда оттуда, пластами заложить нигде ничего нет. И не почему-то, что там кто-то наступит, а потому что посреди вас ходит Господь. За этим многое кроется. За лопаткой. Библия говорит об этом, без Библии все написано. Не, я теперь, ну, вы поймите, что нас слушают люди, они теперь борода, розги, лопатка. Ну, вы задали лопатки, а бороде я отвечаю. Ну, хорошо, ладно. Ну, вот по поводу 500 часов. А вот вам Матфей 23, 13. Давайте. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. А 500 часов оглашения... Подожди, о чем говорится это? Это недопускание. Ну, недопускаете, они недопускаете, не верят. Говорят вместе, и Мышах придет потом. Услышав это, они умилили сердцем, сказали Петру и прочим апостолам. Что нам делать мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Так, это кому сказал? Деяния апостолов 2, 37, 38. Я говорю, кому? Я не спор, что где? Вопрос. Вы не расслышали. Петру и прочим апостолам. Петр, кому это отвечает? Его спросили, что нам делать мужи и братья? 2, 38, Деяния апостолов, вы не называете место, надо называть. И он говорит, вот это сделайте. Он говорит, с еврейским народом, таковых и Старство Небесное. Это не ребенок Пилата или Ирода. Вы маленько-то глядите, с кем он разговаривает. У них это все было. Они обрезаны уже были. Это люди, которые с детства слышали Священное Писание. Только брось семя ножом за слово. А то есть, если ты слушаешь Священное Писание, то ты уже как бы воцерковлен. Оно мимо пройти не может. Это одно из самых поганых слов воцерковлении. Нет этого, если рождение свыше. Если рождение свыше, нет, тебе ничто не поможет. Хорошо, тогда другое. Я закончу это. Римлянам 8, 9 написано. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Почитайте предыдущие и следующие стихи. И вы увидите, что ничего еще не было. Деяние 15, 20. Вот что решили сами апостолы для новообращаемых. Язычников. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлений и крови, и чтобы не делали другим того, чего они хотят себе. И все. И все. Да. Больше ничего не надо. Для начала. Это для начала. Для начала. Я и говорю, крещение, начало. Начало-то началом. Но дело в том, что это было началом. Соборов еще ни одного не было. Ни апостольских правил. И церковь увидела, куда все пошло. И поэтому сказали, вот это так-то. Женщина, когда бывает нечистоте, когда мужчина изменяет на сколько лет, аборт сделан, на 10 лет отвечает от церкви. Здесь ничего этого нет. Я просто сейчас думаю вот о чем. Игнат Тихонович, вы говорите все абсолютно верно. И спорить с вами с точки зрения канонов надо быть идиотом. Я, конечно, не знаю ничего, но я не идиот. Поэтому спорить не буду. Но есть другое обстоятельство. Что вот все, о чем вы говорите, было в расцвете, когда не было духовных альтернатив. Куда можно было пойти? В церковь. Много. 500 божеств было. Это да. Но все играли на поле религии. Но христиане могли мирно обойтись. Им сказали. Сейчас. Сейчас. Вы же сами используете интернет. Вы же сами находитесь на новой площадке. А говорите старым языком. Я тоже самое говорю. Без площадки или с площадкой. О том-то и дело, что надо по-разному. Мне так кажется. Никак. Каждому вопрос задали. Я говорю, правило Средневского собора такое-то. Василия Великого правила такое-то. Я никуда не выхожу из этого. Еще одно сравнение. Знаете, вот когда делают автомобили, сначала делают концепт-кар и проверяют его. И если он, вот первая, единственная модель, если она классная, его запускают в серию. А иногда бывает так, что модель-то вроде отличная, а в серию не запускается. Вот община Лапкина. Все здорово. Все по-православному. Все, как Иисус говорил. А в серию по православной стране не запускается. Так, можно сюда зайти, к детской. Сейчас выходить будут. Так, сейчас зайдет, посмотрим. Чтобы каждый верит в нее не подпишет, но имел жизнь. Ну, говори, Бог. Бог отдал своего Сына? Да. Да, Сын Божий. Да, Сын Божий Иисус Христос. Безгрешный был распят на кресте. И грехи людей, и на третий день воскрес. Именно этот день верующих в Сыне не празднует Пасху. Говори, что такое? А что означает это слово Пасха? Это слово приводится как избавление, освобождение. Народ Божий освободился от греха. От рабства греха. От рабства греха. Все, что я вам рассказал, написано в очень длинной книге Библии. Ее писали святые люди на протяжении многих веков. Хотите, я вам ее подарю? Конечно. Давайте не ее прочтем. Я думаю, перед нам указ, чтобы в моем королевстве праздновали именно этот день воскресения Иисуса Христа. Пойдите, но воскрес. Все. Ваня, слова выучи. Выучи, у тебя самые сырыные слова. Песню «Чудо выше всех кучек» вы ее все помните, понятно? Поэтому мы ее повторять даже не будем. Минутодка у меня есть. Все, пойдемте. Знаете, тут ехали как-то, даже епископ, а наш епископ Евтихий Курочкин из Тюмени, он русско-православная зарубежная церковь. И кто-то стал говорить, он говорит, нет, вам, Игнатий, никогда не заявить не православный. Он супер православный. Это вон 13 лет у нас был епископ. Он увидел. Да, говорит, я приезжаю, я так многое здесь почерпаю. Почему? Потому что светильник должен светить высоко на горе. И кто-то должен показать, что 6-й Вселенский Собор второе правило гласит так. Впредь никто ничего да не изменяет. Сие из глагола трубы Духа Святого. Я это принимаю сердцем. И те, которые, давайте так сделаем, просто вы просто на самой нижней ступень низводите планку. Вот я сейчас с мусульманами беседую. Не низшую, а первую. Она в грязи лежит, планка. А она всегда в грязи лежит. И рожаемся мы в крови, и в грязи. А дальше уже потом нас отмывают. А вы знаете, Максима Степаненко, за что вы убрались, председатель миссионерского отдела? За что? Он озвучил женщины, которые наживают детей без мужей. Ну, где-то на стороне, на вторую букву алфавита. И прямо назвал ее, как есть. И как поднялись там, где... И его епископ сразу смел. Он просто сотрудник. И недавно он выдал такой материал о глаголовине, как люди пожирают друг друга. Я сказал, материал столетия. Я могу назвать. Это епископ Семенов Максим говорил, старобряца перешел. И там Дурасов Семен говорил, и сейчас Степаненко Максим. Вот он все сказал. Что сейчас делается в патриархии? Когда мне Господь открывал все, я сильный, молодой, здоровый, 23 года. И вдруг мне Господь это открыл. Я на молитву склонился, когда первый раз Библия в руках. Меня Бог сохранил от женщин, от куриевых, от матерков. И от матери это научился. Но Евангелия не было. Но когда оно попало мне в руки, через полчаса я был другой. Я вернулся на корабль и сразу сказал, живем неправильно. Жить надо для Христа. И что из этого было? Все. Тряхнулся, поехал. А я учился в отельном училище. Корабль на другом государстве где-то. Это территория нашего государства. Я все должен был бросить. И сказать, Господи, вот я. Возьми меня и теперь скажи, что я должен сказать народу. И Господь это положил. Ни на шаг, никуда не отступи от того, что церковь православная выработала эти каноны. А они правила скрыли. Этих правил не было 70 лет, ни одного экземпляра не издали. Сейчас оглашенные за дети не выполняются. И пяти мини нету никакой. Иоанн Затаус говорит, если священник, не накладывайте пяти мини за обор 10 лет. Он гибнет сам от такого, кого причащает. Не надо с машиной сравнивать. Я всех привожу святых отцов, я сейчас только говорил, вот этот материал, вот он лежит, я на эту книгу потратил 40 лет. Чтобы выбрать три выражения Яна Затаусского крещения, я должен был 12 томов, а их всего 300 томов, всех святых отцов. Ефрема Сирина, два выражения, я должен 6 томов полностью по буквам прочитывать и записать. 40 лет. И теперь я им даю, они диссертацию защищают по этой книге. Я бы хотел даже, я думал, много народу будет, взял Иван, Игорь Кистенович, и подарить. Вы одни. Примите, Сергей Павлович, принесите. Одну секундочку. Вы не принимаете у меня подарок, а хотите, чтобы я принял? Я тоже не буду принимать подарок. Часы-то зачем мне когда будут лежать? Не надо. На память! Ну, память, вы так у меня перед глазами. Я должен вам сказать, что вас обманывают. Я еще... Яд что? Да. Яд, бог со мной. Вас обманывают, когда я пишу. Главное, другие обманывают их. Верят ли другие о вас? Вот, для чего я здесь-то. Мы с вами рассказали. Я должен вам сказать это, что можно. Во славу Божию. Так. Милости просим. Эту книгу вы ей не найдете. Возьмите часы. Так. Нет. Не надо. Смотрите. Вы просчитаете. Там Благодарность. Клименко, главный редактор. Агуб. Хорошо. А он теперь редактор ипорхиальной газеты. Журнал рассказал. Таких мужиков, как Лапкин, должно быть на Руси как минимум 50 миллионов. Вот это комментарии для вас. Тогда Русь возродится. Ну, может, 10 миллионов, не меньше. Вопрос к Лапкину. Как поношение святых и святынь, а также осуждение монашествующих, ложится в канву православного мировоззрения? Помогай Господь. Моно означает монолит. Один. Неразрывное. Моно – это один. Я двумя руками голосую за монашество. Апостол Павел говорит так. Ну, не где-то. Седьмая глава, первое послание к Коринфянам. Женатый заботится о мирском. Как угодить жене? А ты в скобочках можешь написать. И никогда ты ей не угодишь. Иначе бы не разводились люди. А не женатый заботится о Господнем, угодить Господу. Так, не замужняя заботится, как угодить Господу. А замужняя, как угодить мужу? И в скобочках. И никогда ему привередливанию не угодишь. И потому так много разводов. И если мы это знаем, поэтому должны взор обратить на то, как Богу угодно. И я вам отвечаю во свете Библии. Они не принимают. Святые отцы все доказывали по Библии. И Арии, и Нестория сразили только Библию. Всех критиков. Библия – это главная книга, которую видел ангела, летящая посреди неба, которой у нее свечная Евангелие. Центральная книга. На совести монашества столько, что высказать нельзя. Два миллиарда мусульман могли быть православными. Это точно. И они забились и уходили в песок, не давая потомства. У одного пахомия великого 11 тысяч мужиков – это дивизия полная. А что сейчас происходит? Я сейчас не закончу. А может быть, еще кто-то забивается в песок у себя в общине, когда нужно вести народ в сторону храма, а не наоборот? Я хочу закончить мысль о том. Извините. Поймите, что речь шла не об одном. Я просто обиделся, что у меня чисто нет. И вот Игнатий Брянчанинов обижает свою епархию и приходит к выводу. А худо или бедно, было 1275 монастырей при Древолюции. И он говорит, едва ли четыре, в которых теплится жизнь. Монашество кончилось, пятый том, он говорит. Остались артисты. У нас YouTube можно. Актеры, говорят, но они ничего не сделают, эти актеры. Уже все понятно было. Что нужно делать? Идти проповедовать. Да что, это не ко всем сказано. Деяние апостола, 8 глава, 4 стих. И написано, когда началось гонение, Иоанн Затаус говорит, апостолы, как самые сильные, остались в Иерусалиме. А рассеявшиеся их костер разбросали. Ходили, написано, и благовествовали, и дети все проповедовали. Я житя святых, 1175 житей их насчитал на пленку. Потом симфонию составил на книгу. В общей сложности мне 10 раз пришлось прометелить. И говорю, другого выхода нет. С крестилки выходят, давайте 50 человек проверим. Ни одного нету, кто крестился бы по вере. Вот женщина идет, другая рядом с ней. Почему? Я крестная. А что вам нужно? Какая причина? Знаете, АБХС, она директор ресторана, ее вот-вот загребут, и поэтому... Она покрестит. Другой стоит. Он зашел, мира надо помазать. А там мой брат служит. Он был настоятелем в Тюмее, в Тобольске. А я подошел, пока священник болтаря, я в то время подошел. Я говорю, а почему вы креститесь? Ну, в армию иду. Бабушка сказала, там убивают. Я говорю, а ты... Ну, а Вовка мой друг. Я говорю, а кто Христос? Христос. Один не мог не ответить. А он говорит, ну, наверное, какой-то инопланетянин. Ну, а что ж плохого-то? Вот, понятно? Дальше. В другом городе Славгорода. Ну, у Бога защиты просят, милости. И точно так же, пока в алтаре, а в то время к ней. Она с танишки загнула маленько, ее там мажет. Ни погружения, ничего нет. Крещения нигде нет. Обман сплошняком идет сейчас. Некрещеный, но непрощенный. Он и не христианин. Вот здесь материал о крещении. 40 лет тут потрачено. 136 свидетельств о полном погружении. А не погружать только одно. Так важно, сколько чего погрузить. Вот так. А не погрузить. Заметьте, старообрядцы ни одного без погружения не было за 300 лет. Баптисты, адвентисты, все полное погружение, кроме православных наемников. Притом не надо тут учить. Иоанн Златоуз говорит, чтобы крестить, не надо ни одного таланта. А чтобы обратить, нужны тысячи талантов. Согласен. Иоанн Златоуз, это не мои слова. Согласен. Вопрос для Игнатия Тихоновича. Как обрести и сохранить твердость веры и духа, видя происходящее внутри русской православной церкви? Как правильно реагировать христианина на это? Много, конечно, я не досказываю тут, не успеваю, перескакивать приходится. Но это такой жанр, что пойдешь. Ну как, я все это знаю, просто знаю, смотрю и ответ один, Бог. Когда Григорий Ефимович Распутин потянулся в город, ему сказали, ты разворачиваешься. Он говорит, а Бог, это Бог все сохраняет. Поэтому, ну вы может читали про это, я говорил, когда служил в морфлоте в армии, МФ. Это показывает, МФ, это М и Ф, вот так вот буквы. Теперь я на пенсии. 10 июня мне будет 80. И я у меня МФ, молитва и форум. Молитва. Там написано 164-й псалом, это стих 118-го псалма. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не за то, что у меня сын там прозрелый, за суды, за Майдан, за Ленина, за расстрел царской семьи. Прославляю Бога. За все. Вот когда это будет, и это не меньше семи раз. А не написано, сейчас минутку, не написано, что я стал молиться. И мне показано, считать тридцать святую царю небесную, это очень наш, и сто поклонов. И потом своими словами, и в конце поднятие рук. И сейчас в интернете это распространяется. Семь раз в день, не считая утренней и вечерней, еще, получается, в сутки у меня не меньше тысячи поклонов должно быть. И тогда думать ни о чем тебе не надо. Только, Господи, только бы от тебя не отстать. Это Настя Кузнецова спросила подписчица. Но я так понимаю, что она имела в виду следующее. Роптать или не роптать? Не роптать. Никогда. И это на молитве мы каждый раз говорим, Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание одеждой, быть благочестивым, довольным, быть крайне экономным во всем. И видеть нуждающийся в нашей пользе. Елена Галактионова спрашивает, как Лапкина относится к цифрофашизации русского народа? Именно. Ну, вот к этой чипизации, вот к этой вот... Чипизации? Да. Ну, ее нет, и поэтому никак не отношусь. То есть это пока не... Никак, потому что по этому вопросу священно-начале Московской Патриархии во главе с Патриархом ответили абсолютно правильно. И я все это приемлю. А что они ответили? Ну, ответили вот эти пластиковые карточки, паспорты. Что это без отчины все? Вот Сергей Павлович сидит. Я когда вернулся из зарубежной, они говорят, снимали оболочку? В Великобритании когда были. Там то другое. Да, делали. Паспорт получил? Получил. Он говорит, это печать антихриста. Вот он сидит перед вами. Это все записано. Понятно. Я тогда говорю, скажи, а ты знаешь, как узнать? Ефрем Сирин говорит, почему на правую руку начало? Чтобы не мог православный христианин совершить крестного знамения. И католик не может по-своему. Смотри, Сергей Павлович, я крещусь. И он сразу попятился и говорит, виноват, не то сказал. Чушь сморозил. Алексей, задайте, Маргарита спрашивает вопрос о грехе Симонии. Я прочитал это, но забыл, что это за грех. Это означает следующее. Симон, волк, колдун. Видел, как через апостольские руки сходит Дух Святой. Они получают право там на это. Он принес денег и говорит, мне дайте это. А они говорят, в тебе в погибель это. Он сказал, помолитесь обо мне. Никто за него больше не молился. Это Симония от его слова. То есть покупать, за крещение платить. А, покупать чины в церкви тоже. Это все. То, что его ставят, епископы, даже немедленно быть извержены. Да? Да. А есть такая проблема у нас? В этом все погибло. В каждом храме, они же хитрые попы. И главное сказали, чтобы нигде не было цены, они тогда добровольное пожертвование пять тысяч. То есть добавили слово, ну, лукавое. И это епископ понимает. Ну, понятно. А вот что, смотрите, наш местный епископ, этот митрополит, это великий дар Божий, что мы молились, а до этого были сложные отношения. Один говорит, епископ-то был Максим Дмитриев, и он прямо говорил, ни одного, нет, ипархального собрания, чтобы вами не начали, вами не кончили. Этот приехал митрополит, все, смел, как никогда не было. Не всякого врага, просвещение, честь сердца моего, мир душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнение мудрости, в соблюдение заповедей твоих, в умножение божественных, в благодати твоего царства, приобретение, чтобы сохраняемый ими во священии твоего. Я всегда помнил милость твою и жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки благодетеля. И таким образом, издясь и здешней жизни, в надежде на жизнь вечную, достигте места вечного покоя, и непрестанный глаз празднующих, и бесконечно наслаждение взирающих на несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинная цель стремления, невъяснимая радость любящих тебя, крестья Божьей нас. И тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка, крестья Божий, царь, веков и создатель всего мира, благодарю тебя. Изменил все отношения. Ни одного слова в наш адрес больше нет. Поясните, Агриппина спрашивает, в Евангелии от Иоанна, 20-23, о чем говорит Иисус и кому обращается сегодня? И с этими словами он дунул о них и сказал, примите Дух Святой. Кому вы простите грехи, тому они простятся, а на ком оставите, на тех грех останется. Как пояснить? Это священство апостолам, которое перешло через рукоположение. Но Феофан Затворник говорит так. Речь идет, конечно, там, где полное раскаяние. Человек не возвращается к своему куреву, к женам или где-то. Все это. И тогда Господь говорит, прощается. Но если это условие не соблюдено, поп говорит, прощается. А Бог говорит, не прощается. Что будет утверждено на небе? Феофан Затворник. Не надо обольщать людей. Я принес как раз показать. Не просто так, а тревога на душе. И Серафим Царовский, почитаемый, он три дня и три ночи, написано, поднял руки и стоял перед Богом. И не молился ни о царе, ни о стране, а о священниках архиереях. Господи, что я вижу? Что я вижу? Войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Деяние апостолов, 29 стих. Что дальше делать? И, значит, третий день Бог заговорил, прямая речь идет. Как это было? Не знаю. И Бог сказал, не пощажу и не помилую, ибо вымыслами человеческими не заменились заповеди Божьи. И Серафим остановился. И это напечатано. Самое удивительное, по благословению патриарха Пимена, третий том настольной книги священнослужителей, 601 страница дослома. Дмитрий Тихонович, вот, а вы говорите не роптать. Павел, еще? Вы говорите не роптать. Как же тут не роптать? Никак нельзя роптать. Ропщищи противены Богу и людям. Ага. Пусть там вот говномесы, да, делают, что хотят. Они так просто. И я им пишу. Вот заметьте, сколько архиереев. Каждому отдельное письмо. И везде теперь строят уже купели. Говорили, это не стронуть. Трогается. Трогается? Трогается, да. Скажите, вам жертвуют деньги? Ни рубля. Не жертвуют вам? Никогда. Меня ни один человек не сможет это сделать. У меня свой закон. Если мне пожертвовали пятерку, я в этот день должен отдать минимум 10. И чем больше мне жертвуют, тем больше я делаю с бедом. Я как огня боюсь. А, я про часы понял. Я проговорился просто вам. У меня это, в принципе, в моей жизни. А скажите, вот, если бы вам сказали, Игнатий Тихонович, вот возьмите, пожалуйста, безвозмездно, вы умница, вы лучший проповедник, сделайте себе настоящий интернет-канал с супертехникой и так далее. Вы бы сказали, нет. Я бы Игорю Барабашу старости купил новый комбайн, я заранее сказал. Построил бы школу как надо, учителям в 3-4 раза больше зарплаты. Дороги проложил бы в Потеряевку, это первое. Ну, мне немножко, хотя бы миллионов 100 долларов, я бы распорядился ими. А сейчас все приходится своим горбом делать. И дороги, и столбы, и пруды, все, я с ними работаю. Ну, короче, с какой суммой к вам заходить надо? Ну, я не знаю с какой, но не меньше, как тысяч 10 долларов. Тысяч 10 долларов возьмете? Да. Потому что это можно реальное дело какое-то сделать. Сразу. И до кого-то переведенного, я не прикоснусь. То есть не ваш. Ну, как бы, да. Вот я книги, допустим, выписываю книги. А у вас есть фонд какой-нибудь? Все есть. Теперь, ну, послушайте, что. Мне присылают деньги за мои книги. Ага. Полный комплект, 750 евро. Ага. Я узнаю. Значит, копеечка-то вводится. Да. Вы торопитесь все время. У нас время, ну, не резиновое же. Да вы зачем торопитесь? Я же не окончил предложение. Ну, какой же вы журналист? Да никакой. Да никакой. Давайте дальше. Ладно. Я узнаю, кто больше всего нуждается, или детей много. И идем получать. И я к остигнациям не прикасаюсь, чтобы мне, когда закрыли в паспорте, я поворачиваюсь и говорю, забери. Все. И пошел домой. Если посылка, я с человеком еду в почтовое отделение, он получает посылку, я расписался и пошел домой. Вот ведь как дело там стоит. А эти-то, которые кричат, знаете, Исидор Пилсиот сказал, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. И вокруг вас, которые там ахают, охают, охалешенька, да ты пришел, да то другое. Это люди ничего не о Боге не знают. Вы встаньте, скажите им, для Бога трудиться это не просто так. Это ты должен знать их заповеди и нигде не нарушить, и помнить их. Господь прямо сказал, любите меня, соблюдите мои заповеди. Ну, заповеди, считай заповеди. Это девять. Блаженны нищие духом, блаженны плащущие. Вот они когда научатся плакать, я их попрошу, да. А вы плачете. Случилось однажды. Собрались люди, и они ждали, с севера человек приедет, и Библию достали. А Библию тогда достать нельзя было, 62-й год. Я там был приглашенный. А человек не явился. И они решили мне подарить. А я крепкий, здоровый, сильный. Какие слезы у меня? Железные. И когда они сказали, один брат встал и говорит, мы решили вам подарить. Я не помню, Библию взял в руки или нет. Я вышел в коридорчик, там одежда висела. Я уткнулся, и весь вечер там стоял, и плакал, и плакал. И Бог мне сразу дал этот дар. У меня начинается обезвоживание организма. И пишут, вы видели такое, что вышел от настоятеля, я среди... Его. Два раза становлюсь этой. Ну, на берстеневке там. Отец Кирилл пишет об этом где-то. Я там часами плачу настоятель. Наконец его Бог трогает. Ну, что вы так убиваетесь? Говорю, почему вы не делаете? Какой же спрос с вас будет? Иоанн Златоуз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о, священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. Иоанн Златоуз говорит, большая часть священников, архиереев погибает. Больше. Вот их 10, минимум шестеро в аду будут. И поэтому вам не надо ахать и охать перед ними. Это человек на этой должности. У него должны быть тысячи талантов. И они ничего не знают, чтобы сказать. Вот нападают. Ну, я вижу, никак. Я ему ничего не могу ответить даже. Если бы он сказал вот это правило... Так что мне, вы сказали, скажи своим вот этим подписчикам, что мне им сказать? Они... Что вы Бога не знаете? Не знают. Они вам поддакивают, только я вас не знаю. Вы никак не доверяйтесь им. А вот ты молодец, вы там, ну, одну минуту увидел. Нет, дело-то не в этом. Молодец, молодец. Плакат увидел вы там эти... А я не хочу им говорить, что они Бога не знают. Дух лжи в устах. Написано в 8.44 Евангелие от Иоанна. Ваш отец дьявол. Их. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Когда он говорит, ложь, ложь говорится свое. И вон лжец, и отец лжи. Самая маленькая ложь, она дьявола. А в другом месте Павел говорит, Иоанн говорит, всякая неправда есть грех. А в откровении, апокалипсисе говорится, и участь лжецов в озере Огненном. Так что, как огня бойтесь этих лихоимцев, которые около вас. Они не знают Бога. И что они вам говорят? Они должны были вас приостановить и сказать, не причащайся, Алексей Викторович, не делай этого. Все, что вы делали, все ваши разводы, все, что было, это уже в стадии крещеного вы делали. Да. И ни один этого не сказал. И вы пошли туда, и во время, когда прищащались, только думали, скорее покурить. Да. О, да. И что? Ну, что они сделали с вами-то? А они-то здесь при чем? Они подталкивают вас. Который у вас священник сидит там, развалился. А я должен теперь ночь до утра плакать. У меня пол промокает от этого. Качав развалился, сидел со мной. Что ваши, которые вас там теперь, ой, икону Николыча Дотворца повесили. Какое отношение к вам? Послушайте, Игнатий Тихонович, это же просто люди. Зачем они берутся за это? Что вы от них требуете, я не пойму. Они не плачут, а вас не плачут. Нет, не так. Вы для меня дороги, а для них вы недороги. Когда я увидел, что вы причащаетесь, я упал, и, Господи, помилуй, дай ему еще пожить, чтобы мы встретились с ним. Вам писали об этом. Вы приедете туда, встретите, больше нигде не встретите. Тут они правильно сказали. Я от вас ничего не скрываю. Я молился и просил сегодня, вчера, всех помолитесь. Сейчас там молитва по соглашению по всему миру идет, в эти часы, чтобы я ничего от вас не скрыл. Я не знаю, что ему сказать. Я подошел к батюшке. Вот встречаемся мы сейчас с Алексеем Викторовичем. Как сказать? Как не оттолкнуть? Не знаю, Господи, положи мне на сердце это. Я не знаю. Я просто не знаю. Мне нужен ответ от Бога, его нету. Мне когда спрашивают, вот маленький пример. Женщина вышла замуж, в Италии живет. Теперь дети выросли, неверующие в Россию. Она любит императора. Звонит мне. Помолитесь, ехать или не ехать. Я говорю, у вас что там не молятся? В Италии сказали, вы молитесь, вам Бог отмечает. Из Германии те же слова говорят, а то люди молву пускают. Я говорю, ладно, Аннушка, помолюсь. Я помолился, она через неделю. Как? Я говорю, ответа нет. Неделя, вторая, месяц, ответа нет. Только сказал, и ответ пришел. А как ответ получаете? А вот учись, дорогой Алексеевич. Так мне оставшуюся жизнь учиться, я только начал. Вот никуда не езжайте, останьтесь здесь. Нет, мне надо отрастить бороду. Это мне надо отрастить бороду. Так, смотрите как. И лопатку носить. Я молюсь. Я не буду так, нет. Я серьезно говорю. Я вам говорю. Она может сорвется и совсем не туда приедет. И вдруг у меня, я не вижу ничего, но мысленно протекает Писание, место Писания, стих. Я после молитвы открываю, сверяюсь дословно все. Я ее теперь выписываю и я ее зачитываю. Это говорит Примудр Соломон. Глава такая, стих такой. И что? Я говорю, запиши. Крупно, жирно запиши. Самое главное дальше. А теперь иди и покажись священнику, духовнику. И молись о том, чтобы он тебя расшифровал. И что скажет, то и сделай. Что я на себя взял? Библия-то у нее есть, но она не знает, что прочитать. Она пошла к священнику, помолились. И сразу мне, зачем же к нему послали? Он сказал не ездить. Я говорю, Аннушка, замолкни. Я об этом молился. И не надо тебе ездить. Я никогда не даю каких-то решений. Мне не дано. Но мне открывает Бог через Писание этот стих. И иди к тому, кто твой духовник. И с ним молись вместе. И через него Бог дает себе ответ. А я его не знаю и не видал никогда. Но вы хитро делаете там разными словами. Я это не знаю. Вот я пишу стихотворение. Это не три. 3467 стихотворение у меня. Четыре тома по 800 страниц. Спрашивает, много или мало. Вы слышали мой ответ? Некрасов, Пушкин, Лермонтов, Блок. Это чуть ли в два раза меньше. И у каждого стихотворения эпиграф из Библии. И напротив каждой строчки место указаны. Глава стих, откуда взята эта мысль. Но я хоть и плохой журналист, но я же должен вас попросить прочитать хотя бы одно стихотворение. Вот теперь, смотрите, рассказать? Ну, сказать. Биографическое у меня. Давайте. Она поется. На музыку положено. Давайте. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня был сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по логам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мемет окрыли, А штаб-квартира избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Браво. Садитесь. Ну, часто можно ногу на ногу положить? Не в храме же. Ну да. А, нет, ноги зоны, зачем он мужики так делает? Это мир. Мирские. Привычки резать надо сразу, поверь мне. Да не хочу я пока их резать. Ну, дело ваше сказал. Ты бы малому прянушься. Я просто... Да не, не в этом дело. Я знаете, что... Ну да, дескать, кому-то подчинять. Я сделаю, но так вот другое время. Это как раз и есть, вот это и есть и гордыня. А ты сразу раз, отрубил ему. Ну, при чем тут нога-то, ну? Я типа о России рассказал. Самый великий святой. И он потихоньку убрал сразу и больше никогда не делал. Хорошо. Все, убираю. Ну, зачем спорить о пустяках-то? Великая, в малом не верен, болииха бог не доверит никогда. Вот много мы проговорили. На самом деле, вот за эти два дня, вы говорили, часа четыре я вас лушал. Я, но... От меня ждут выводов каких-то. Вас что-то беспокоит в наших разговорах? Беспокоит. Знаете, что? Да, что именно? Что авторитет потеряли перед слушателями? Нет, меня сейчас не мой авторитет. Что от меня авторитет? Кто я такой? А больше ничего. Ну вот. Меня другой беспокоит, знаете что? Точнее, не то, что беспокоит. Я другое понимаю. Я понимаю, что знаете много, пережили много и умеете много, но не пойдут люди за вами, а вам и не надо. Господь ведет. Да, не пойдут. Слушайте, я скажу, Феофан Затворник говорит, благодать трех видов. Подождите. Призывающие, сейчас обращающие и освящающие. Да. Вот, призывающие, это от меня зависит, говорить, не говорить. Обращающие напрасно, сеющие, поливающие, ничто. Все, Бог обращающие. Это то, что вы обоснуете, я не сомневаюсь. И то, что у вас своя... Это написано. Да, это написано. Ну и Бог бы с ним. Но у меня, знаете, помните, я вам в интервью говорил, что я на самом деле знаю, почему у вас получается быть неуязвимым. Потому что, может, народ за вами и не пойдет, может, народ и не слушает, а Господь, мне кажется, слушает. Да, еще как. Да. Вот поэтому у меня к вам просьба есть, Игорь Тихович. Можете помолиться? Вот, и за этих, и за тех, кто ругает вас и меня, и за Россию православную. Потому что Господь молитву вас, похоже, слышит. Я уверен, на 100%. Помолитесь? Обязательно. Давайте. Мы помолимся, надо на храм было бы, понимаете, сзади храм у нас. Поворачиваемся, поворачиваемся. Вот храм весь какой-то, Покровский или как-то названный. Знаете что, мы как молились перед храмом Христа Спасителя всей России, я так помолюсь здесь. Это у нас уже там есть. Руку освободите, мы будем руки поднимать. Это повеление Божие. Простирайте руки. Господи Божий наш, мы пристали перед Твоим святым величием. Ты обещал нам, где двое или трое будут собраны во имя Твое, там и Ты. Прибудь с нами Духом Твоим святым. Мы желаем, Господи, чтобы Ты нашел еще русский народ, обратил на него внимание, избавил от пьянства и всего неугодного, коснулся сердца правителей, дал им страх Твой святой, дабы позволили народу достойно жить, дабы было из чего уделять нуждающимся. И даруй духовное рождение свыше патриарху, епископам, священникам и всей пастве, и водительство Духом Твоим святым, чтобы слово, которое пришло к России, оно было распространено. Ты сам руководи нашими устами и сердцем. Ты позволил, Господи, Алексею быть здесь. И мы рассуждали о дивных делах Твоих. Наше сердце да будет расположено к Тебе. Ибо рано или поздно мы все в свое время предстанем на суд Божий. И что мы скажем за это проведенное вместе время? Мы благодарим Тебя за милости, которую оказал нам. Ты наполнил нас радостью общения. И то, что мы находимся здесь, да будет благословением для многих людей, которые не имеют свободы, больные, парализованные, отверженные. Покажи им на эту красоту рек, который Ты создал. На надежду, которую питает человек, приходя в православный храм. Слава Тебе! Господи, прими нашу молитву и воздяни рук, как жертву вечернюю благоухание, приятной пред престолом благодати Твоей. И соедини, Господи, нашу молитву с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Аминь! Для друзей Алексей Я очень благодарю вас, что приехали сюда. Ну, дорогой мой, ты не пустой поедешь. У тебя в чемодане богатство и здесь. А это все уйдет. Как будто никогда еще не было. Каждое слово будете вспоминать. Что такое заповеди, как мы бьемся за каноны. В этом святость, в этом стремлении удержаться на том, что мы имеем не отступить назад нигде. И вы видели, у нас свободные люди себя чувствуют. Их не тяготит не эта форма, что одеты по русскому, старорусскому обычаю. Не как дети здесь. И занятия отдельно с детьми идут. И как служба идет, как батюшка. У нас никто не выпрашивает. Батюшка, позволь, не постите. У нас этого нет. Кто бы ни пришел, какой бы ни был человек, он у нас найдет место. Но с соглашенными будет выходить даже президент. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok